Сегодня у нас 19 августа. Преображение Господне. Но мы надумали поехать. Это недалеко от Розеза-Подсёпный. Каренда, ягода. Такая смесь на солнце, чтобы не было видно. Вот проехали, а тут Долгово подсолнухи растут. Вот такие подсолнухи. А тут я метр 72 и сколько выше. Я таких не видал даже подсолнухов ещё. Вот она стеной стоит. Вот она, я выйду. Смотри. И кто-то проехал рядом, проделал где. Вот они такие, глядите. Шляпка-то в голову. Это сколько масла. И кто-то проделал дорогу, на всём протяжении смёл ему. Зачем, непонятно, когда там дорога. И теперь в этом, в серёдке идёт, вот она. Посмотри как. Игнатих, значит. Это Женя Долгово. Подсёпный. Я не знаю, первый раз он был шире, что ли, гектара обработал. Так, он постепенно. Он не воровал. Потом 45. Наконец, у него было тысячи. И сейчас у него, кажется, шесть с лишним тысяч гектар. Люди работают, хорошо зарабатывают. Вот он мне всегда даёт два мешка семечек для голубей. Такой безотказный грейдер присылает. Ещё. Надо смотреть, где наши ребята. Бог благословляет эту землю. Алтай, это жительница Сибири. Представь себе, какая пшеница. Уже, я не знаю сколько, тысячи двух гектар только ячменя. А ячмень куда идёт, понятно? Ну, его всё оправдано. Как на солнце стараться не попадать сюда? Вот так. Это наш стоял разъезд. На той стороне здание было. Хорошее здание. Мы его арендовали. Его нету. Свалили. Ну, хорошее здание. Просто закрыли разъездом. Это Борис Немцов тут, говорят. Участник этого дела по всей стране. Мы добились разрешения, чтобы поезда останавливались. Потому что без этого тут... Ну, что сказать. Это единственная связующая нить. Потеряевский. Послали мужиков. А там разъезд Потеряевский. Между нами Потеряевка и Корченый. Там давно разъезда нету. А здание стояло. Ну, и послали его разрушить. Там, видать, бульдозер. Что там делать? Какой шар бьёт. Ну, хорошее здание. Совершенно всё законсервировано. Ну, нам дали ключи. И когда зимой выйдешь, там можно было свои дрова погреться. Приходим в воскресенье. Нету. Всё развалено. А что? Кого послали? Они до туда не доехали. А тут поближе. Ошиблись маленько. Убили не того, за кем посылали. Свалили здание не то. С кого-то взыскали. Отнюдь. Отнюдь. И поэтому вот эта безнаказанность, она ужасает. Вот сейчас у нас ночью встал человек. У Серафимы Гавриловны, ей 90 лет, сын Володя. Собака батюшкина заваяла. Он вышел. Машина. Он к машине. Машина рванула отсюда. Он за ней. Задержали. И что, думаешь, милиция приехала? Ничего. Против нас. Какое вы имели право их задерживать? То есть, это их выходят сотрудники? Я больше никак не могу понимать, как так. Документы, чтобы у них не трогали. Телефон не трогали. Их тут же отпустили. И преследовать того, кто их задержал. Это вообще даже вообразить в страшном сне невозможно. Почему? А он таксист. Он заблудился. Где заблудился? Из Кадникова. На Кадникова милиционер. Там, кажется, Шевченко. И он, я, говорит, приехал первый раз к вам. Полдня, днем искал Потеряевку. Она в лесу находится. Ее нельзя найти, заблудиться на нее попасть. Дорог нету. Нету дорог. Значит, он не один раз был, а, говорит, заблудился. Ну, сразу и поймал его. Дальше. Если ты заблудился, ты будешь штучать в окна и спрашивать, что за деревня, куда ехать. А он, как увидел хозяина, а их четверо, трое лазят по сараям, там медные фляги все собирает. А он рванул, а эти в кусты, этот за ним и тот по гречишному полю, он его задержал. И, главное, по Потеряевке прямая дорога, а дальше, там у нас это уже сейчас под щебнем, она белая, видно, лунная ночь. Ну, все это видать. А куда он свернул, там стоит всякая техника Игоря. И она вот так вот виляет, и там грязь, коровник. И он смело туда завернул, то есть они там горючее воровали неоднократно, ловили уже. И он мщится куда-то. Дальше он попасть мог бы только в Хурговую, в Потеряевке. Нет. Он заворачивает дорогой, травой заросшей на кладбище, который ведет прямо на Кадниково. Дорогу даже днем едут люди, не могут видеть, а он ночью бы увидел. Но все говорит о том, что он не первый раз. Это варье. И главное, приезжает начальник уголовного розыска. Я желаю с вами познакомиться. Ну, мы будем расследовать. Но не знаю, чем это закончится. На полном серьезе. А он пишет тот, мне машину разбили, меня побили. Ну, это азы уголовного мира. Встречные, подавайте скорее. Лучший вид обороны наступления. И они как будто не знают, или это я ему говорю, начальник уголовного розыска. В эфире, в интернете вас считают одной шайкой-лейкой. Смотри, чтобы они не стукнули, там машины. Вот какое дело. Если вы никогда здесь не были, он бы стоял, спрашивал. Нет. А куда девается все? Сколько овечек своровали? Муки у Игоря. Тут все подряд воруют. И тут же их выпускают. 300 литров не доказано. Ну, своровал 300 литров, то уже продал. А на 100 поймали, а за 100 не судят. Интересно. Речь идет о многих тысячах. Дума проголосовала вот до такого-то. Да где в мире есть до такого-то вор? Если крадет по голоду хлеб, Библия говорит, и тогда вору не спускают. Булку хлеба. А одну булку Жан Вальжан своровал, и 18 лет отбыл. Я не говорю, что судить, ну, хоть побеседовать с ним. Ну, не оправдывайте хотя бы его. Я это все говорю сейчас на подсолнухе. Или патреон, или как называется, патреон там, или как называется, ну, подсолнечник по-русски сказать. У Иоанна Тобольского, митрополита, что он за светом поворачивается. Вон машина наша идет. Вот за светом пускай поворачивается ко Христу. Ну, пока стояли я ему о Боге рассказал, что воры царствия Божия не наследуют. Вот Женя, он не воровал. Он начал по-малому. Как богатеют люди? У меня корова отелилась две. А уже у сына моего будет там 15 коров. А у внука 150. А здесь так, Березовский говорит, я проснулся утром. Чертежник. Я сказочно богат. В Америке решили, все раздали своей братье. Кому? Евреям. Все олигархи, все евреи. Ну, неужели это непонятно, что это воровство более крупного масштаба? Посадили одного хотя бы? Нет. А зачем сажать? Поэтому вот на таком уровне, когда рассуждает, народ берет в руки дубину и начинает сам гвоздать. Самооборона. Убийство. Банды будут гулять. Перед сменой власти, как правило, это. Я понимаю, откуда. У него документы, все. Есть, проверили его. А чем, как работаешь, не работает. А уже жена скорее написали, еще не знает, в глаза не видели. А уже говорят, их там избили, а он звонить не мог даже, только дал сигнал им. Заговоренность. Это реально уже все прячет наворованное. И они, эти милиции, это, прямо на их стороне. Приезжают тут сколько раз уже из-за головного розыска. Это потеряевка себя строит, как пуп с земли вроде. Надо подобрать. Ну, как это так? И на такой работе. Оборотни. Сколько раз было. Я про этих не говорю, не знаю. Может, разберутся. В прошлый раз поймали. Поймали прямо его с бензином. И что? Да тут же гуляет, ходит. Ничего, ничего нет. Я рассказываю, в Тунисе, Саудовской Аравии, тебе руку сразу бы отрубили. Китай расстреливают. Почему в Германии никто не воровал? Потому что расстрел на месте. А почему этих не сажают? Как солдатисты, он говорит, социально близкие. Такие же воры. И они с ними, видимо, делятся. Я не говорю про конкретных. Это уже сто крат описано в литературе и везде. Ну, еще будем садиться. Жди сейчас машина где. Вот как Женя работает. Это уже благосколение Господне. Вот он. Куда-то он заявляет. Непонятно. Машина, вот она наша, идет. А мы тут кое-как пролезли. Тут такие ямы. Они выбирали землю. В два человеческих роста. Ну, два человеческих, это 3,40. Даже по моему росту. И два выбрали. Одна колейка. А была двухколейка. И тут даже три было линии. Все разобрали, размонтировали. Как будто никогда ничего не было. Все разворовали. Шпалы продавали. Рельсы как хотели. Вот это наши братья едут. Там написано 7, 8 и 3. Смотри, семерка, восьмерка, тройка. Божественная. Я говорю, 7, 8, 3. Сколько будет вместе? 18, а 18, это 3 шестерки. 6 и 3, 18. Наши по 5 или все. Я тебе подскажу. Давай. Завлась, во славу Божию. А я сюда? Ну, да, там, включай.